На студийных часах март. В эфире игровые новости. В студии Татьяна Аболенская. Здравствуйте! Зимний праздничный период наконец подошел к концу. Разработчики понемногу приходят в себя, издатели подсчитывают потери и готовятся храбро встретить будущее, каким бы оно ни было. Итак, сегодня в нашей программе. Галактический банк ограблен на 100 миллиардов. Игровые боты соревнуются в человечности. Мир Варкамера ожидает вторжения. Нинтендо будет играть вместо нас. Срочная новость пришла с японских островов. Компания Нинтендо запатентовала технологию, позволяющую играм проходить самих себя. Трудные места в играх — вечная беда неопытных игроков. Кто из нас не бился над особенно тугим боссом и не выламывал голову над замысловатым уровнем? На помощь страждущим пришла компания Нинтендо. Она застолбила патент на технологию, спасающую от подобных несчастей. Основная идея чрезвычайно проста. Отчаявшийся игрок нажимает на специальную кнопку, и персонаж начинает проходить игру самостоятельно. В любой момент игрок может вернуть управление себе, а может и не вернуть, а вместо этого посмотреть видео с подсказками или промотать игру до нужной сцены. Идея, что и говорить, смелая, ведь таким образом игра элегантным движением превращается в ролик. Но разработчики игр отнеслись к замыслу Нинтендо с сомнением, да и мы, признаться, тоже. Вопросов множество. Например, если в игре заложены излишне трудные места, не лучше ли устранить их на стадии разработки? Будет ли компьютерный игрок выполнять побочные квесты, и что он станет делать на сюжетных развилках? Наконец, интересно ли будет вообще садиться за игру, которую можно в любой момент посмотреть как фильм? Впрочем, Нинтендо не открыла Америку. Попытки сделать в игре похожую систему были и раньше. Достаточно вспомнить авиасимулятор Ил-2 Штурмовик. В нем автопилот не просто вел самолет по курсу, но и выполнял боевую задачу. Правда, он не гарантировал, что бомбы лягут точно в цель, и что самолет не собьют. Перспективы открываются глобальные. В идеальном мире далекого будущего игры будут непременно играть сами в себя, а у игроков освободится столько свободного времени, что и подумать страшно. Но это будет потом, а пока более традиционно настроенные компании анонсируют новые проекты. Французская студия Ubisoft объявила, что весной следующего года в свет выйдут 7 высокобюджетных игр. Монреальский издатель Ubisoft одним из первых объявил о своих планах на ближайший год. Ставка делается не на множество дешевых нишевых проектов, а на несколько высокобюджетных. С апреля 2009 года по апрель 2010 года компания собирается штурмовать рынок семью блокбастерами. Итак, нас ждут игры по мотивам фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона и мультфильмы о похождениях молодых черепашек-ниндзя. Но главное, мы увидим вторую часть «Assassin's Creed», новую стратегию серии «Ано» и две игры потом у Кленси, продолжение «Гост-рекон» и многострадальные, уже сто раз перенесенные приключения Сэма Фишера «Сплинтерселл Конвикшн». И пока остальные рассуждают о кризисе, французы с Юбисофт прогнозируют так, на секундочку, десятипроцентный рост рынка. Может быть, вся штука в том, что надо просто делать хорошие игры? Тем временем другие издатели делают успехи в вирусном пиаре. Анонсы в виде прямо-таки детективных загадок. Это что-то новенькое даже для игровой индустрии. В те самые дни, когда «Электроник Артс» объявила о скором открытии русских серверов «Вархаммер Онлайн», компания «Мифик» разослала западным журналистам необычные бандероли. В одной из них под толстым слоем упаковки обнаружилась рыжая краска для волос, гарнье и машинка для стрижки. В другой фильм «Хищник» и бумажка с надписью «Промотать на 1 час 16 минут и 6 секунд». Что за странные ребусы? Где буклеты и компакт-диски? Быть может, на почте перепутали посылки? Пораскинув мозгами, журналисты включили «Хищника». В указанном месте фильма обнаружилась следующая сцена. Чоппа. Вертолет? Топор? Мотоцикл? Или, может, намек на знаменитого зеленокожего рубаку парня, которого так бесславно вырезали из «Вархаммер Онлайн» перед релизом? Его так и называли «Хорк Чоппа». Загадку с рыжей краской решить было еще проще. Знатоки «Вархаммера» быстро вспомнили, что брить головы и красить их в оранжевый цвет — давняя традиция гномов-секирщиков. Это еще один класс, который, ко всеобщему недовольству, вырезали из игры накануне релиза. Ну что ж, теперь нам осталось дождаться, когда разработчики вернут нам еще и вырезанные столицы. Тогда, глядишь годика через три, мы получим тот «Вархаммер Онлайн», каким он должен был быть с самого начала. Разве плохо? Новости онлайна. Разработчики ЕВА недавно объявили о новом рекорде. Более 45 тысяч кораблей одновременно бороздили у простора единого игрового сервера. Ну а чем больше игроков, тем больше денег. А чем больше денег, тем больше желающих прибрать эти деньги к рукам. Политические и финансовые скандалы – обычное дело в галактике Новый Эдем. То обнаружится мафия, ведущая обширный нелегальный бизнес, то лопнет очередная пирамида. Что на этот раз? Ограбление банка-династия! Правда, обчистили его не звездные пираты, не грабители в масках, отличился один из управляющих по имени Хабьер. Оказавшись на должности менеджера по инвестициям и получив доступ к сотне миллиардов кредитов, он не справился с искушением, захапал деньги и ударился в бега. Председатель пострадавшего банка выпустил срочный пресс-релиз. Мы пока точно не знаем, действительно ли Хабьер взял деньги или же его самого обманули. Но он уже пропустил выплату дивидендов по личным облигациям, а его подпись гласит «Всего хорошего и спасибо за рыбу!» Сам Хабьер в приватной беседе прокомментировал ситуацию так. «Жизнь похожа на коробку шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какая попадется». Имидж банка серьезно пострадал. Однако даже после потери ста миллиардов кредитов он еще на плаву. На его счетах достаточно средств, чтобы выполнять финансовые обязательства, если, конечно, вся галактика не побежит сейчас забирать свои вклады. Разработчики ничего не могут сделать с ушлым менеджером. По правилам, все банки галактики работают на свой собственный страх и риск. В космосе царят либеральные взгляды на финансовую систему. А вот разработчики Final Fantasy XI славятся жестокими нравами и массовыми расстрелами. И если до недавнего времени на охоту на жуликов выходили мастера, то теперь им в помощь отрядили роботов-полицейских. Мир Ванедиэль – суровое место. Любой, кто будет пойман на нелегальной торговле, может попасть в число десятков тысяч расстрелянных персонажей. Даже мельчайшие правонарушения здесь жестоко караются. К примеру, если зря потревожить Геэма в Азероте, он лишь извинится, что не может помочь. Если же вы нарушите покой мастера последней фантазии, вас, скорее всего, бросят на съедение дракона. Однако, порой даже сотрудники особого отдела по борьбе с незаконным оборотом Джилл не справляются с натиском вездесущих спекулянтов. И тогда им на помощь приходят последние достижения кибернетики. Встречайте, программа RMT Pounder 1337. Достаточно назвать ей имя подозреваемого, и робот начнет расследование. Отследит круг общения персонажей и потоки золота, выявит тайные ячейки торговцев, обнаружит покупателей, чтобы потом одним ударом уничтожить их всех. Кроме того, подозрительные персонажи, имеющие при себе слишком много золота, теперь будут автоматически попадать в КПЗ «Золотая тишина» для более тщательного дознания. Усиленные меры безопасности пришлись по душе далеко не всем. С резкой критикой новой системы выступил даже игровой мастер Дэйв, широко известный крайней жестокостью по отношению к нарушителям. Ведь когда игровые записи закрываются автоматически, пропадает все очарование личного контакта с нарушителем. Обновляющийся виртуальный мир частенько работает со сбоями. Есть даже известная поговорка «Не планируй ничего на день патча». Но кто мог предположить, что малюсенькая заплатка обернется глобальной катастрофой для мира Азерота? Как говорится, ничто не предвещало беды. В тот день на сервера устанавливали патч 3.0.8. В нем не было ни новых профессий, ни свежих подземелий. Он правил баланс тут, исправлял ошибочку там, усиливал одни классы и давал по шапке другим. Достаточно лишь сказать, что самым серьезным нововведением обещала стать прямо-таки революционная система открывания раковин. Отныне же мчужные раковины можно раскрывать на ходу, на бегу, на скаку, в полете и в режиме скрытности. Никто и подумать не мог, что в день патча игровые миры начнут падать, как домино. Причиной стало озеро ледяных оков, которое не только падало само, но и обрушивало весь мир. Разработчики быстро поправили опасный баг, однако он оказался одним из многих. Появились заикания и задержки. Многие гильдии отказались от рейдов, но скажите, как убивать сложного босса, когда к началу боя половина игроков уже витает в оффлайне? Наконец, без вести пропали распорядители арен. Чуть позднее выяснилось, что их похитили сами разработчики, когда обнаружили, что система рейтингов арены сломана. Она начисляла очки даже за проигранный бой. Маленькая заплатка обернулась большой бедой. Мы с содроганием сердца ждем патч 3, страшно подумать, 1. Выстоит ли Азерот? Новости индустрии. Массовые сокращения идут по всему миру. Недавно к этому увлекательному процессу присоединился Microsoft. Причина мировой, сами знаете что. В расход пошли легендарные игровые студии. Такие массовые сокращения происходят впервые за всю историю корпорации. Работы лишаются 5000 человек. Почти полторы тысячи уже уволены. Остальные будут сокращены в течение полутора лет. О том, что увольнения вот-вот настигнут игровые подразделения компании, мы знали давно. Еще до злосчастного октября прошлого года компания объявила, что закроет студию FASA, не оправдавшую надежд с боевиком Shadowrun. Осенью мы узнали о распуске студии Ensemble, создателя легендарной серии Age of Empires, проданной суммарным тиражом более чем в 20 миллионов. Ну а сейчас под нож попали все без разбора. Тут и разработчики компьютерных игр, и мобильный отдел, и подразделения, отвечающие за консоли Xbox. Сильно пострадал отдел тестирования. На дверь было указано почти третий бета-тестер. На улице оказались даже создатели серии Flight Simulator. Это тревожный факт. Знаменитый авиасим от Microsoft можно смело назвать самой старой в мире игровой серией. Первая часть вышла 27 лет назад. И что теперь? Неужели Microsoft решила завязать с самолетами? Не совсем. Представители компании высказались так. Мы преисполнены решимости в отношении торговой марки Flight Simulator. Мы пока не можем объявить ничего конкретного, но вы вправе ожидать наших дальнейших усилий в разработке отличных игр под Live и Windows, в том числе и авиационных. Это обнадеживающее заявление, но какое-то уж слишком туманное. Из него не совсем понятно, пациент, он скорее жив или скорее мертв. Кризис кризисом, а индустрия компьютерного железа продолжает войну технологий. Недавно компания Nvidia предприняла новую попытку привнести в игры третье измерение. Плоские движущиеся картинки существуют с эпохи Люмьера, а компьютерные с появления первых ЭВМ. Трехмерные фильмы в кинотеатрах идут уже десятки лет, а компьютерные игры прорываются в третье измерение со времен Первого Дума. Ну, ни виртуальные шлемы, ни трехмерные мониторы, ни затворные очки не пошли в массы. Дорогие шлемы так и остались диковинкой, а мониторы застряли на стадии прототипов. Очки же так портили изображение, что даже рассказывать неловко. И к тому же не работали с жидкокристаллическими дисплеями. С тех пор, как они исчезли с горизонта, прошло пять лет. Сегодня компания Nvidia решила сделать новую попытку вывести игры в третье измерение принципу. Жидкокристаллические стекла последовательно затемняются слева и справа, демонстрируя каждому глазу отдельный кадр. Теперь очки уже не прицеплены к компьютеру проводом, а работают от встроенных аккумуляторов. Поддержка третьего измерения снова встроена в драйвер GeForce, так что теоретически очки работают с большинством трехмерных игр, поддерживающих DirectX. Не возражают против них Left 4 Dead, Call of Duty 4, Far Cry 2 и World of Warcraft. Эффект глубины впечатляет, хотя из-за особенностей обсчета трехмерных сцен объекты не могут быть ближе плоскости экрана. Недостатки очков вполне традиционны. Изображение получается слегка затемненным, а рядом со светлыми объектами появляются призрачные отражения. И никуда не делись драконовские требования к монитору. 120 Гц и не единичкой меньше. Нам посчастливилось вживую увидеть новинку на выставке CES 2009 в Лас-Вегасе, где разработчики впервые демонстрировали свое детище публике. Поверьте, слова словами, но вживую это выглядит еще лучше. Кстати, уже объявлены и цена. В Штатах она составляет 200 долларов за комплект из очков и модули управления или 600 за комплект с 22-дюймовым монитором. Новости технологий. В Университете Западной Австралии прошел чемпионат среди игровых ботов для Unreal Tournament 2004. Как вы думаете, в чем состязались бойцы? Нет, не в меткости, не в ловкости и даже не в коллективной игре. Как только появились первые трехмерные игры, умельцы стали писать для них искусственных игроков, ботов. Одни использовали их для тренировки, другие для жульничества. Приятно быть абсолютным снайпером, особенно когда свои руки кривые. Год за годом боты становились умнее, учились новым приемом, становились человечнее. Именно степень человечности у разных ботов испытывалась на состязании Bot Prize, прошедшем в Австралии. В качестве спонсора выступили создатели Bioshock студия 2K Australia. Полигоном для испытаний был выбран Unreal Tournament 2004. Оценка проводилась в виде теста Тьюринга в модификации по методу пилота Пиркса. То есть из десяти игроков пятеро управлялись людьми и пятеро ботами, а пятерка судей, наблюдавших за битвой, пыталась распознать роботов по поведению. К победителям состязания вышел бот Amis. Он не только убедил двоих судей в том, что он человек, но и обогнал по фрагам такого же человечного бота ISC. Стоит заметить, что два голоса из пяти это не так уж плохо. Ровно по столько же получили Кейт и Сэп, два живых участника соревнований. Лучшим игроком человеком стал Родерик Бейкер, а самым проницательным судьей Джон Уайс он с первого взгляда безошибочно распознал всех ботов. Победители получили денежные призы и приглашение на экскурсию в студию, где сейчас вовсю кипит работа над второй частью BioShock. Пока программисты оживляют ботов скриптами и не злым тихим словом, биологи делают то же самое, только без скриптов. И знаете что? Им тоже есть чем похвастаться. Создание жизни из пробирки старая мечта человечества. Алхимики старины бредили гомункулами, а современные биологи увлеченно варят протобульон, стараясь доказать или опровергнуть теорию самозарождения жизни. Некоторые ученые, вместе с ними Уилл Райт, считают, что жизнь на Землю занесена залетной кометой. При этом они старательно обходят стороной вопрос, откуда взялась жизнь на комете. Другие полагают, что 4 миллиарда лет тому назад в первозданном океане среди вулканов и молний появились первые самовоспроизводящиеся молекулы, которые потом развились в одноклеточные организмы. Чтобы доказать эту теорию, неплохо было бы повторить процесс экспериментально. Опыты ведутся давно, но только сейчас наука приблизилась к успеху почти вплотную. Команда профессора Джеральда Лойса из исследовательского центра Скрипса, Калифорния, США сумели заставить молекулы рибонуклеиновой кислоты воспроизводить самих себя в лабораторных условиях. Сама по себе РНК не умеет этого делать без помощи более сложно устроенной и возможно появившейся в процессе эволюции ДНК. Но ученые сделали так, чтобы она не только копировала себя, но и конкурировала с другой РНК. «Пока мы не создали жизнь, но мы уже на пороге», заявляет профессор Лойс. «То, что мы обнаружили, может иметь отношение к зарождению жизни, к тому ключевому моменту, когда начинается дарвиновская эволюция». Увы, пока что в пробирке нет развития. Молекула просто копирует себя, а новым трюкам научиться не может. Вот когда искусственная жизнь начнет меняться, тогда и можно будет сказать, что цель достигнута. А потом, убедившись, что подсостоялся, на всякий случай сжечь пробирку напалмом. Добавим мы. Еще один важный шаг сделан в исследовании проблемы невидимости. Пока речь не идет о том, чтобы сделать брюки невидимки или спрятать в море корабль. Но кто знает, чем все закончится. Со времен уэлсовского «Человека-невидимки» наука сделала значительный шаг вперед. В 2006 году был изобретен первый метаматериал, позволяющий полностью скрыть предмет в пространстве, заставляя электромагнитные лучи огибать его. Правда, объект оказывался невидимым лишь в узком микроволновом диапазоне. Не прошло и трех лет, как американский ученый Дэвид Смит из университета Дюка, Северная Каролина, и китаец Тай Джун Куй из университета Нанкина добились того, что диапазон лучей, отклоняемых при помощи метаматериала, сильно увеличился. Конструкция, свободно пропускающая сквозь себя электромагнитные волны, состоит из 600 медных пластин. Сейчас невидимость достигается в диапазоне от 1 до 18 ГГц. По ширине он уже не уступает области видимого света. Но длинный волн все еще находится в микроволновом спектре. Если невидимость дело далекого будущего, то разумные таблетки уже стали суровой реальностью и грозят со дня на день захватить мир. Калифорнийская компания Proteos Biomedicalс разработала новый способ диагностики электронные таблетки чипским. По виду и размеру они ничем не примечательны, но внутри спрятаны миниатюрные датчики, непрестанно собирающие информацию и передающие ее в большой мир. Оказавшись в желудке, таблетки теряют наружный защитный слой и активизируются, в реальном времени фиксируя частоту сердцебиения и дыхания. Кроме того, при помощи таблеток можно отслеживать прием лекарств и их дозировку. Разработчики успокаивают население, что проблему повторного использования решать не придется. При массовом производстве такие датчики копейки. Кстати, ужасно интересно, что зафиксирует такая умная таблетка в недрах обычного гражданина нашей необъятной Родины. Впрочем, это уже лирика. Это все новости на сегодня. И я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Это была Татьяна Аболенская. До встречи через месяц. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok